здесь сейчас поснимаемся раз видеть Лаина давай ага да 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 увидимся так давай хлопок как хлопок уже был не надо а ну да чтобы сравняться и в общем начинаем потихоньку всем привет дорогие друзья наступило долгожданное 8 сентября и сейчас я вместе с командой Харьковского клуба Кузнец и Тестдрайва нахожусь на аэродроме Коротич который находится в Харьковской области 8-9 сентября на данной локации происходит грандиозное событие самое масштабное авиационное шоу в Украине помимо всего прочего помимо выставки ретро самолетов помимо непосредственно авиашоу в Коротичи представлены экспозиции ретро автомобилей которую мы сейчас предоставим вашему вниманию а также так называемые автосалоны под открытым небом в котором гилерские центры предоставляют новинки автопрома различных производителей сейчас мы находимся возле реттной карточки Кузнец и Тестраева фирменного автомобиля это уже своего рода символ проекта который идет под номером 2 после Бежо 308 но теперь это родового замечательный итак перемещаемся в зону ретро автомобилей итак друзья мы переместились непосредственно на фасад экспозиции Кузнеца Тестраева сейчас проведем небольшой обзор из мототехники представлен мопед Рига Мини обзор которого вы можете видеть на канале Кузнеца Тестраева отличительной особенностью данного мопеда является его разборная конструкция таким образом его можно находить даже на полкове как известно в советские времена была большая проблема с гаражом с домом для любимого автомобиля для любимого мотоцикла и специально для таких людей которые не имели возможности приобрести гараж придумали такие мини мотоциклы следующая единица экспозиции мотоцикл Иш-Панета Спорт 350 который является культовым советским мотоциклом мечтой многих миллионов советских парней и третья единица мотоциклетной техники это Ява 634 которая является наследницей легендарной Явы-старушки 350 и предшественницей так называемого Ява-пенал как ее нарекли в народе Ява 638 а это еще раз повторюсь Ява 634 таким образом из советской техники советского производства непосредственно предоставлен один мотоцикл это Иш-Панета Спорт она производилась в Ижевске исходя из названия Макет Рига производился в Братской Советской Республике и Ява производилась в Чехословакии что-то я не помню по-моему это Чехословацкая Ява сейчас порешай так мы еще раз перезапишем таким образом из мотоциклетной тематики предоставлен отечественный завод Ижевский и два завода Братских Республик Рига соответственно и легендарный чехословакский производитель мотоциклов Ява переходим к автомобилю бывает экспозицию Москве 403 который производился на заводе Музема московский завод новоэлектражных автомобилей так расшифровывается данная аббревиатура с 1962 по 1965 год данная модель москвича является предшественницей москвича 408 и логичным развитием семейства москвичей 407 в чем собственно говоря заключается отречае двигатели на 403 москвича установлены москвича 407 мощностью 45 лошадиных сил затем параллельно с москвичем 407 конструктора завода Музема стали заниматься разработками москвича 408 однако в свое время скажем так успеть в срок они не успели для этого придумали переходную модель москвич 403 на которой ряд конструктивных элементов уже отсылает нас к москвичу 408 а именно это передняя подвеска рулевое управление и тормоза по кругу они относятся уже к модели 408 и именно данный факт объясняет небольшую путаницу в индексах сначала был москвич 402 потом 407 а потом как бы небольшая деградация на модель москвич 403 а после 403 уже пошел 408 точнее москвич двигаемся дальше завершает экспозицию в университете в аргентарный советский автомобиль МАЗ-2103 который производился на позорном автомобильном заводе в период с 1972 до 1984 года КАЗ-2101 Mass-2103 всего семействаас-2103 представлено несколькими автомобилями Это чистая тройка с объемом двигателя 1,5 литра мощностью 72 лошадиных сил. И несколько модификаций. ВАЗ-21033 с двигателем объемом 1,3 литра от 11 модели Жигулей мощностью 69 лошадиных сил. Допускался с 1973 по 1981 годы. Еще одна модификация тройки это ВАЗ-21035 с двигателем объемом 1,2 литра мощностью 64 лошадиные силы от чистокровной кобейки. И данная модель Жигулей производилась исключительно, ну или почти исключительно на экспорт. И производилась с 1977 по 1983 год. Еще одной известной модификацией, которая так и осталась мертворожденную, к сожалению, прототипом, это ВАЗ-2103 универсал. Задняя часть корма автомобиля выполнена по аналогии с тройкой. А передняя часть, исключая береги, ангелова, велоделка, кузова, уже непосредственно от тройки. Выпустили всего три таких экземпляра. Еще один автомобиль ВАЗ-21032 с правым рулом и он был создан специально для того, чтобы экспортироваться в Англию и прочие страны с левосторонним движением. И, наконец, опытная партия автомобиля ВАЗ-21031 это предшественница шестерки. То есть там уже отсутствует хромированная окантовка некоторых элементов крыльев и так называемые очки передних пар уже выполнены из пластика. Еще одной редкой модификацией от крыльевого ВАЗ-2103 является так называемая пресерийная партия в размере 518 единиц троек, которые отречаются салоном, который заимствован у копейки. И, помимо всего прошлого, передние питания подъездных колес на левосторонним движением и хромированных пластинок в вашем пластинке. Вот модель ВАЗ-2101. Это связано с тем, что Волжский автомобильный завод физически не успел освоить выпуск салона и хромированных элементов в отделке Козова уже новой троечной модели. Один из самых ценимых на сегодняшний момент автомобилей это ВАЗ-2103, который выпустили в конце 1972-го, начале 1973-го года и который использовали еще не отечественную заднюю оптику, а чехослованскую. Она отречалась зеркальным расположением секции. Вот на стандартной тройке верхний фонарь отвечает за габарит, нижний за оборотник. А в первой серии, повторюсь, в размере 2000 единиц экземпляров, фонарь расположен вверх ногами, и задний вход, и габарит расположен внизу, а поворотник на данный момент фары данной конструкции являются очень редкими. Они стоят довольно-таки приличных денег, и если, дорогие друзья, на дороге вы увидите автомобиль задней корно, как я только что рассказал, то вы узнаете, что это один из самых речащих автомобилей, которых осталось, можно сказать, считанные единицы.